МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы ответственны за военно-патриотическое воспитание наших детей. Наши дети – это наше будущее, будущее нашего государства. Мы ответственны за то, как они подходят к своему обучению, как они готовятся к будущему. Они в последующем будут строить наше государство. И то, что я имею возможность как-то на это повлиять, перерастают уже не в возможности, а в обязанности. Во время сегодняшней встречи говорили о мужестве, патриотизме и о любви к родине. Из первых уст учащиеся смогли услышать, как проходил тот героический бой, в результате которого экипаж танка Баксикова проявил героизм, уничтожив многократно превосходящие по численности силы противника. Одну машину не гусовали сразу, второй противник начал погрязаться. Александр Сергеевич уже начал поглядывать, выщивали, стреляли. Причем бомбал. Там уже пошли противотанковые снаряды кумулятивного действия. Ну и после уничтожения второй машины увидели всех остальных. Тот уже легендарный бой продолжался около 40 минут. За это время экипаж уничтожил два танка противника, шесть бронетранспортеров и более ста человек личного состава. За это экипаж был награжден званиями Героев России. Награды вручал лично президент Владимир Путин. Кстати, про эту встречу у Росима Баксикова спросили и сегодня. Что было страшнее? Стандартно сражаться в бою или разговаривать с Владимиром Владимировичем Путином? Я когда приехал домой, мне мама сказала, ай, я слишком расслабленно сидела. Объясняю. Владимир Владимирович сидел слева от меня. Он говорит негромко. Я наркоз. И я вот так вот к нему поближе, чтобы сын, что он глава государства. Ни одному слову пропустить нельзя. Вот потом все это немножко неправильно не так летировали по поводу того, что я слишком расслабленно себя долго присутствую. Это не так. Я просто очень внимательно слушаю. Но воевать это достаточно страшнее. Урок мужества проходил больше часа. Его, кстати, помог организовать депутат Государственной Думы Айдар Медшин. И все это точно было не зря. Мне очень понравилась эта встреча. У меня переполняют эмоции. Я впервые вижу героев России в живую. Я потому что их видел только по телевизору. Я наблюдал. Закончилась сегодняшняя встреча трогательно. Хор учителей исполнил песню «Назария». Ее они записали вместе с участником СВО. На сцену сегодня вышла и его семья. «Назария»